КОММУНАЛЬНАЯ ПАТРУЛЬ Должники по неволе. Речь идет о жителях Барнаула, которые получили сразу две квитанции на оплату услуг ЖКХ. Одна пришла от действующей управляющей компании, другая от прежней. Казалось бы, больше служб, значит больше порядка в тех же подъездах. На деле все иначе. Свежие квитанции окончательно запутали жильцов. Ну вот как вот эта бумажка втунута сюда. А также были размещены данные подобные объявления. Уже вторая по счету за последний месяц. Первую Алексей Владимирович получил ранее, как законопослушный гражданин заплатил по счетам. Теперь, судя по новой платежке, оказывается числится в должниках. Вот у меня 6 рублей 26 копеек. Это не у меня, а у моей матери, которая является ветераном труда и которая никогда не имела никаких долгов по коммунальным платежам. Точно такие же квитанции по подсчетам Алексея Владимировича получили на руки еще сотни жителей. Это и соседних многоэтажек. Дело в том, что именно пенсионеры, инвалиды, которые вот этого вот не знают, кинулись платить. О, как. Вопрос еще, вот здесь вот указаны банковские реквизиты, тоже неизвестно чей. Мужчина уверен, он не должник, ведь ежемесячно после оплаты сохраняет все чеки. Так говорит, на всякий случай. Видимо, тот самый случай наступил. Горожане уверены, это спланированная акция. Управляющая компания, которая не имеет к нашему дому никакого отношения, в праве ограничить либо приостановить предоставление коммунальных услуг в нашу квартиру. Вот, если мы не оплатим данную недостачу в течение 20 дней, на нас подадут в суд. Такие угрозы в квитанциях, говорит юрис наш эксперт Артем Чаузов, абсолютно незаконны. Судя по тому, что в данном обращении отсутствуют такие данные, то к такому обращению надо относиться критически, необязательно выплачивать данную сумму по такому требованию. Лучше обратиться либо в органы прокуратуры, либо в государственный жилищный надзор для проверки законности данных действий управляющей компании. Гололед, нередко это сезонное явление, становится причиной многочисленных ушибов или серьезных аварий. А если это еще и подъем в гору, то дорога выглядит просто непреодолимым препятствием. Как, например, одна из улиц Барнаула. Скользячка. Именно так шоферы называют небольшой участок на пересечении улицы Ломоносова и Змеиногорского тракта. Это кусок из асфальта, снега и все того же гололеда, словно напоминает покрытие для раллийных гонок. Усугубляет ситуацию дополнительный угол заезда. В результате некоторые авто попросту не могут подняться в гору. Как вам подъемчик? Капец полный. Недоработка дорожников? Да нет. Скорее всего, погодные условия. Следы от сжженной резины на снегу, как напоминание тем, кто все-таки рискует подняться. А если по Змеиногорскому идет большой поток, то приходится останавливать машину. С места потом тронуться гораздо сложнее. Сходу тоже не возьмешь гору. За углом может быть достаточно плотный трафик. Вот и приходится водителям буксовать, толкать. Вместе с юристом изучаем правила благоустройства Барнаула. В итоге находим нужную строку. Пункт 2.4.5. Обработка территории, общественных пространств противогололедными материалами следует начинать немедленно с начала снегопада, либо появления гололеда. В первую очередь при гололеде обрабатываются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок, общественного транспорта, пешеходные пешеходы, тротуары должны посыпаться сухим песком. Впрочем, следы присутствия дорожников здесь есть. По периметру рассыпан песок. Только вот этого, видимо, оказывается недостаточно. Возмущение по поводу недобросовестной работы коммунальных служб мы продолжаем принимать по телефону в Барнауле 722-301. О свежих и не менее громких историях из сферы ЖКХ обязательно расскажем в следующий вторник. На этом у нас все. Теперь просто и выгодно.